Всем привет, меня зовут Грифон и вы смотрите прохождение Готика 2 Ночь Ворона. В прошлой серии мы стали наконец-то магом и теперь мы сегодня изучим последний район, верхний квартал и даже поговорим с самим лордом Хагеном, которому нас не пускали. А перед этим я вот даже не знаю, нам бы ловкость конечно как-нибудь бы улучшить, но у нас даже никаких ни колец нету, ни амулетов. Ладненько, так разберемся. Стой! Только граждане города и служащие королевских войск могут входить в верхний квартал города. Вот, можно, типа мы ничего не знаем, да, мы вот так мимо проходили, либо мы уважаемый гражданин города, либо включим высокомерие. Ты смеешь стоять на пути представителя Инноса? Ээээ, нет, конечно нет. Для избранных Инноса вход открыт. Молись, чтобы Иннос простил тебе это кощунство. Да, о избранный. Да, типа ты че, не видишь с кем разговариваешь? А я не, в этом, я к Бартаку. Не к Бартаку, а к нашему учителю не заглядывал. Вообще, у магов есть, именно когда проходим магом, у некоторых PC есть довольно интересная реакция на то, что мы, как сейчас паладин сказал, избранные. У нас есть для него что-нибудь? Вообще есть смысл туда идти? Да, у нас есть волчьи шкурки. Эээ, 6 волчьих шкур, короче, нет смысла идти. Из-за 60 монет пусть он перебьется. Нам бы скорее попасть во вторую главу. Так, тут есть... А, это не он. Я думал, это он. Один не очень приятный тип. А вот он, наш старый знакомый, лотар. А, опять ты! Теперь я ученик одного из мастеров. Так тебе все же удалось получить доступ в верхний квартал. Похоже, ты полон решимости добиться своего. Да? Где ты взял эту мантию? Я прошел испытание огнем. Невероятно. Тогда то, что происходит здесь, может быть волей Инноса. Есть вещи, о которых ты всегда должен помнить. В противном случае ты будешь вышвырнут отсюда так же быстро, как попал сюда. Тебе можно входить только в дома торговцев. Ты узнаешь их по вывескам над дверьми. Тут тяжело ошибиться. Другие здания здесь принадлежат знатным горожанам. Там тебе совершенно нечего делать. Даже несмотря на то, что ты теперь член Ордена Инноса. В этом квартале живут знатные горожане. Так что относись к ним с уважением. Мы поняли друг друга? Конечно. Где я могу найти Лорда Хагена? Он в ратуше. В конце Верхнего квартала. Но тебя не примут там безвеской на то причины. Я доложил Лорду Хагену, что ты желаешь поговорить с ним. И? Что он сказал? Он никогда не слышал о тебе. Конечно нет. Ты сказал ему о драконах? Разве я не говорил тебе, чтобы ты прекратил нести этот вздор? Я тоже так считаю. Ничего интересного не было за последнее время? Нет. Ты знаешь что-нибудь о каменном существе из круга камней у фермы Лабарта? Конечно. Мы уничтожили его. Оно угрожало близлежащим фермам. А почему тебя это интересует? Я ищу часть металлического орнамента. Она должна была быть неподалеку от фермы Лабарта, в круге камней. Да, я помню этот предмет. Мы нашли его у каменного монстра. Я подумал, что это магическая руна. Вернувшись в город, я отдал ее Лорду Хагену. Возможно, она до сих пор у него. Ты думаешь, это нормально? Что? Появление каменного монстра? Насколько я знаю, этим вопросом занимаются маги воды. Мне же совершенно не до этого. У нас хватает дел в городе и долине рудников. Понимаю. Так, вот он сел, этот Гербранд. Так, с ним, значит, магу недоступно. Разговор вообще, он тоже довольно... Ну, тут все вот эти торговцы, вообще все жители верхнего квартала. Довольно высокомерные типы. И Гербранд прям сходу не просит, так как он называет его мастер Гербранд. Но, видите, раз мы маг, раз мы избранный Инноса, он немножко язычок-то поприкусил. Так, вообще уже ночь, поэтому все по домам поразошлись. И торговцы тоже. Давайте поговорим уже с Вордом Хагеном. Только люди, состоящие на службе у короля, могут войти в ратушу. Это тоже подослеп. Я маг огня. Да, конечно. Прошу простить меня, о, избранный. Я просто выполняю свой долг. Итак, здесь есть Альбрехт. Мне нужно поговорить с Лордом Хагеном. Он в главном зале, иди прямо и не ошибешься. Не знаю, что тебе нужно от него, но будь краток, он занятой человек. Каково это, быть паладином? Паладины – воины Инноса. Они живут ради того, чтобы служить ему и сражаются в его честь. Взамен все мы наделены даром магии. Магии рун, которые даруются в знак признания наших заслуг. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Я обучаю только паладинов. Понятно. А вот и Лорд Хаген. Я уже слышал о тебе. Лотар докладывал, что ты хочешь поговорить со мной. Ты чужеземец, который требует глаз Инноса. Я Лорд Хаген. Паладин короля, воин нашего владыки Инноса и главнокомандующий Хориниса. Я очень занятой человек, поэтому не трать мое время попусту. А теперь скажи, зачем ты здесь? Силы зла собираются очень близко отсюда, в долине Рудников. В долине Рудников? Мы отправили туда экспедицию. До нас также доходили сведения, что проход оккупирован орками. Но до сего момента до меня не доходило никаких сведений об армии зла. А что это еще за армия? Армия драконов, которые собрали вокруг себя орды прислужников. Драконов? Согласно старинным писаниям, драконов не видели уже много веков. Скажи мне, почему я должен верить тому, что ты говоришь? Вопрос не в том, должен ли ты мне верить. Вопрос в том, можешь ли ты себе позволить не поверить мне в случае, если я говорю правду. Пока я не получу доказательств, я не могу позволить себе послать еще людей туда. То есть ты хочешь, чтобы я принес тебе доказательства? Именно. Пройди через проход в долину Рудников. Когда ты будешь там, найди нашу экспедицию. А когда ты найдешь их, поговори с командующим Гарондом. Вряд ли кто-то лучше его знает ситуацию там. Если он подтвердит твои слова, я буду готов помочь тебе. Значит ли это, что ты отдашь мне глаз Инноса? Глаз Инноса. Хорошо. Принеси мне доказательства, и я распоряжусь, чтобы тебе было позволено надеть этот амулет. То есть я могу считать, что ты дал слово? Можешь, так как я действительно дал его. Что ты знаешь о глазе Инноса? Это божественный артефакт. В древних пророчествах он упоминается в связи с драконами. Однако писания также говорят, что его может носить только избранный Инноса. Я и есть избранный Инноса. Тогда, возможно, ты действительно достоин получить этот амулет. Зачем вы пришли в Хоринис? Мы выполняем важное задание королевства. Приказы нам исходят непосредственно от короля Робара. Я говорил тебе, что мы отправили экспедицию в долину рудников. Это главная причина нашего присутствия здесь. А что ваши люди делают в долине рудников? Хорошо. Так как ты все равно идешь туда, я все же расскажу тебе. Причиной всему магическая руда. Она может решить исход этой войны. Без достаточного количества оружия из магической руды у королевской армии нет ни единого шанса против элитных воинов-орков. А шахты с магической рудой, находящиеся на острове, последние, к которому у нас еще есть доступ. Как только наш корабль будет загружен рудой, мы отправимся назад, на материк. Значит, война против орков идет плохо, да? Я и так сказал тебе слишком много. Я ищу металлический орнамент. Он должен был быть в круге камней у фермы Лабарта. Ты имеешь в виду вот эту вещь? Мы думали, что это магическая руна, но оказалось, что она совершенно бесполезна. Можешь ее забрать. Мне она не нужна. Как я пройду через проход? Я дам тебе ключ от ворот прохода. Однако тебе самому придется решать, как пробраться через столпы орков. Да защитить тебя, Иннос! Главное. Вот то, что мы ждали. Больше он нам ничего не скажет. Согласно полученным мной сообщениям, долина рудников опасное место. Позаботься о своем снаряжении, прежде чем отправляться туда. Как дела на материке? Война еще не выиграна, хотя королевские войска уже теснят орков. Но мелкие отряды орков появляются то здесь, то там, пытаясь рассредоточить нашу армию. Они сражаются без мужества и без веры, и поэтому, в конце концов, мы обязательно победим. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Я обучаю только последователей нашего ордена. И вот мне только сейчас пришла в голову мысль, почему пришлый лорд Хаген имеет веское слово в распоряжении глазом Инноса, если глаз Инноса охраняется в монастыре у магов Огня. Да, немножко нелогично, на мой взгляд. Когда мы стали магом Огня, разве не пирокард? Да и вообще, разве не пирокард должен решать, кому? Вот зараза. Хорошо, что я сохранился. Просто увидел, как мы поимствовали винишко со стола. Надо будет аккуратней. Где он вообще тут находится? А-а-а. Они вот, они сидят. Два друга. Эй! Что ты делаешь здесь? Если тебе что-то нужно, запишись на прием. Кто ты? Я Лариус, губернатор. Даже если я не хожу с тебе таковым, в данный момент, я самый влиятельный человек в этом городе. То есть, ты всем здесь заправляешь? Я, ну, в настоящий момент мои руки связаны. Здесь командует этот Лорд Хаген, по крайней мере, пока он в городе. Как дела? Тебе до этого какое дело? Пока Паладин и здесь, Лорд Хаген занимается всеми делами, касающимися жизни города. Я не хотел помешать. Но, тем не менее, помешал. Убирайся. Чему я помешал только? Так. Вот. Нам вообще ловкость нужна для воровства. Конкретно, чтобы украсть вот этот ключ. Видите? Его украсть довольно просто. Но для... Ой. Но для этого нам нужно ловкость минимум 40 иметь. Тогда это будет действительно просто. Так. Тут еще есть Корнелиус. Угу. С ним никаких тоже реплик не будет. Пока. Но он еще сыграет свое веское слово в сюжете. Ну, давайте попробуем. Опачки. Нас никто не заметил. Чем вообще сюда пришли? Нам нужен кровавый кубок. Это уже второй кровавый кубок. Что на книжном стенде написано? Закон на острове. Понятно. Это мы уже читали. И еще один книжный стенд. Охота и трофеи. Понятненько. Давайте удостоверимся, что это действительно второй кровавый кубок, который мы заполучили. Да. Вот. Второй. Ну, все. Нам здесь делать нечего. Пошаримся по городу. Сейчас нам нужно только до утра поспать, чтобы торговцы повыходили из своих домов. У них есть довольно интересный товар. Эй ты, подожди минутку. Ты ведь направляешься в долину рудников, да? И? Я хочу предложить тебе сделку. Ты приносишь мне доклад о том, что там происходит с рудой. А за это я дам тебе рунный камень. Я посмотрю, что можно сделать. Подожди минутку. Я больше ничего не скажу. Как идут дела? Не сказать, чтобы очень хорошо. Когда барьер все еще стоял, времена были получше. Заключенные добывали руду в шахтах, а мои корабли доставляли ее на материк. А на обратном пути они доставляли пищу и другие товары. Но сейчас мы отрезаны от материка, и нам приходится рассчитывать только на фермеров в том, что касается припасов. Я ей больше ничего не скажу. И чем ты сейчас зарабатываешь на жизнь? Это секрет. Ничем. Сейчас я живу только за счет накопленного ранее. Но если я не смогу найти источник дохода, скоро для меня настанут тяжелые времена. Он почти не отдыхает. Так, пойдемте поспим и вернемся сюда. Но пойдем мы уже посмотрим на торговцев верхнего квартала. Что вообще они из себя представляют. Ну и вообще полезно будет пробежаться по торговцам в городе, потому как у них в каждой главе появляются разные новые товары. Такс, нам нужен А где он вообще зависает ночью, мне интересно. Опять ты! Гарат наконец закончил эту свою чертову работу для паладинов. Это означает, что я теперь могу предложить новое оружие. Тебе это интересно? Вот видите, это уже первый из многих Хакон, у которого есть новое оружие. Такс. Ладненько, значит утром его найдем. Нам нужен Кавалор. И Абуину, это парнишка. Ты можешь сделать пророчество? Да, время ушло вперед. И я могу сделать еще одно пророчество, если у тебя найдется несколько монет. Сколько? За какие-то сто монет я рискну заглянуть для тебя в будущее. Расскажи мне о будущем. Хорошо, о сын мужества. Я сейчас войду в состояние транса. Ты готов? наемник. Наемник. Ему нужен ты. Ужасное убийство. Глаз. Зловещие приспешники. Они идут. Ищут тебя. Страж падет. Но трое должны объединиться. Только тогда ты получишь то, что должно принадлежать тебе. это все. Больше я ничего не смог увидеть. Итак, на вторую главу мы получили предсказание, которое относится к третьей главе. Такс, нам нужно поспать. Мы хорошо выспались и отдохнули. А сколько у нас денег? У нас всего 300 монет. Обалдеть. И что мы сможем купить за эти 300 монет? У нас и продать особо нечего. Да. Ну что ж, давайте тогда просто пока пробежимся и посмотрим, что есть интересного. И будем покупать по мере накопления денег. Ну и соответственно, когда мы вообще будем попадать в город. Может на что-то у нас сейчас и хватит денег. Вот Кавалорн. В принципе, ради 100 опытов мы и искали Кавалорна. Теперь мы, кстати, у Ватроса можем взять письмо рекомендательное. А, подождите, еще не можем. Мы еще не стали членом кольца воды. что-то немножко забегаю вперед. Так, торговцы находятся в левой части верхнего квартала. в эту арку надо бежать. И тут есть два торговца. Так, это просто горожанин, это рабочий. Вот Лютеро. Эй, ты! Меня зовут Лютеро. Я торгую практически всем. Какие товары ты предлагаешь? Ну, в основном редкие и необычные вещи. Я готов удовлетворить даже самые причудливые прихоти моих клиентов. Ты ищешь что-нибудь конкретное? Да, для одного из моих клиентов мне нужны когти снеппера. Но не просто обычные когти. Это должно быть что-то особенное. Когти очень большого зверя, убившего много людей, например. Где мне найти снепперов? На этом острове они встречаются повсеместно, но большинство из них живет в долине рудников. А что я с этого получу? Я могу дать тебе рунный камень. Я посмотрю, что можно сделать. Покажи мне свои товары. предлагают награду рунные камни. Это очень хорошо, потому что рунные камни нам очень нужны. Здесь у него есть книги, посвященные искусству одноручным оружием и двуручным. Видите, они стоят по 5000. Итого нам нужно 10000. Они повышают на 5% владение тем и иным навыкам. И все. Больше в принципе ничего хорошего у него нет. Все эти ингредиенты нам пока не нужны. Посмотрели сколько стоят книжки. В общем 10000. По-моему они стоили дешевле, что мне так кажется. По полторы. Добро пожаловать, путник. Ищешь хорошее зелье? У меня большой выбор и умеренные цены. Мои зелья лучше, чем та трава, что продает Зурис. Вот тоже ключик. Нам нужен его и нам тоже нужно 40 ловкостей для того, чтобы его украсить. Покажи мне свои товары. С удовольствием преподобный брат. Теперь смотрите у него есть хорошие эликсиры. Видите, у него нету слабеньких эликсиров. Сразу экстракт и лечебные эликсиры. То же самое и манны. Снайпер трава, амулет огня, буря и огненный дождь. Вот такие нормальненькие заклинания. Что ж, будем ждать повышения уровня. Он узнал это не от меня. Я почему-то думал, что у него будет какое-то зелье. Но нет. Тут еще есть один парнишка, садовник. Он кстати может продать нам огненную траву. выращивает. Ой, огненную крапиву. И сейчас посмотрю, я не помню, но что мне кажется, что тут есть какие-то растения. Нет, это просто текстура такая более темная. Нет, растений нет, вот он садовник. Эй! Что ты делаешь здесь? А ты как думаешь? Я садовник и ухаживаю за этим садом. Ты похоже вполне доволен жизнью. Да, и хотелось бы, чтобы все так оставалось подольше. Когда-то меня даже хотели отправить в колонию за то, что я прикончил одного парня. лариусу губернатору нужен был садовник и меня оставили здесь. Со временем этот сад стал моим домом. Я вполне доволен этим. Ты выращиваешь какие-нибудь травы? Да, немного. Я выращиваю огненную траву и огненную крапиву. Также я пытался сажать болотную траву, но она не приживается здесь. Я только что собрал выращенное. так что если хочешь что-то купить, покажи мне свои товары. Вот у него есть 10 огненных крапив и 8 огненных трав. Если нам не хватит, мы можем у него купить. Теперь ты один из нас, и я могу подкинуть тебе кое-какую информацию. В некоторых домах здесь есть секретные панели, которые открываются скрытыми выключателями. Люди хранят там самые ценные свои вещи. Запомним эту информацию, нам она пригодится, когда мы будем шарить по домам знатных торговцев и влиятельных гаражан. панели пока без ключей я не вижу смысла потому как придется некоторые дома мы обчистим, а потом прокачаем ловкость, украдем ключи и опять же возвращаться зачищать дома, которые мы уже можно сказать зачистили. пожалуйста, можно его обокрасть. Покажи мне свои товары. Я приношу извинения за скудный выбор. Человек вашего положения наверняка привык к лучшему. А, у него только сыр остался. Что как-то действительно скудноватенько. Что может предложить Матео? Покажи мне свои товары. Так, у него а, это лесная ягода. Значит, тоже ничего хорошего нам не может предложить. Ну, к Басперу заходить мы не будем. нас для него ничего интересного нет. Давайте-ка мы заглянем в Портовый район и заглянем вот, кстати, к ростовщику. Я слышала другое. А, во, нет ничего проще, чем украсть его книгу. Все, разговаривать с ним не будем, он будет жал... Он нам скажет, что у него украли книгу и спросит. Типа, мол, мы что-нибудь знаем об этом. Мы украли вот Гросбух Лемар. Деловая книга принадлежит ростовщику Лемару. Сделки и долги. Я мастер Торвин, плотник Хориниса, должен глубоко уважаемому Лемару 200 золотых монет. Я карагон трактирщик Хориниса, должен глубоко уважаемому Лемару 150 монет. Я Ханна, владелец отеля Хориниса, должна 250 монет. И сейчас мы к этим персонажам поговорим с этими персонажами. так что у нее здесь есть у дачный тебе на хорошего достопочтенный маг. Так, смо тоже разговаривать смысла нет. Дай мне что-нибудь выпить. Так, у него вот только отмычек, если купить. А сколько у нас а у нас 29 отмычек, не, нам не надо. так, на Горном новой работы не подкинет. С Лоресом тоже пока разговаривать смысла нет. Давайте с Халвору наведаемся. Может, у него есть новая рыбка? Покажи мне свою рыбу. Нет, у него только селедка есть и тоже отмычки. Ладненько. За твои вещички я дам тебе 50 золотых монет. У нас одно блюдо. Хорошо. Да. Продано. Мы заключили несколько хоров. Да, нас одно блюдо было. Короче, каждая позиция стоит 50 монет. Так, нам нужен здесь картограф. У него есть новая карта. Покажи мне свои карты. Ты не найдешь лучше даже в монастыре. Нам нужна нет, подождите. Заходи попозже. Нет, действительно правда. Значит, эй, ты попозже. О, этого тоже легко обокрасть. Просто кожаный кошелек. Че сразу не написали сколько монет. Я знаю, зачем паладины здесь. Правда? Скажи паладины здесь, чтобы добывать магическую руду в долине рудников, а не потому, что они ожидают нападения орков на город. Как только они добудут руду, они вернутся на материк. Спасибо за информацию. Судя по всему, у нас сколько угодно времени на постройку судна. так все с портом районом мы закончили. Значит идем к Торбину показываем ему долговую книгу. Главное ее потом выкупить. Я думаю денег у нас хватит. А кстати сколько у него монет мы замрали. кожаный кошелечек 25 монет. Эй ты! У меня есть грас бух лемара. Где ты взял его? Тебя должно интересовать нигде я взял его, а то что в нем записано твое имя. Дай его сюда. А что ты готов дать за него? У меня нет денег, но ты можешь рассчитывать на мою сердечную благодарность? Вот так вот. Вот твоя книга. Хорошо. Ага, можно будет украсть у него книгу, но навык нам пока не позволяет. Если еще остались. Поэтому вот зараза. Значит только украсть. Блин, ну пофиксили значит. раньше можно было ее выкупить обратно. Блин. Давайте-ка. Да, я как раз перед разговором с ним загрузился. Значит опять же все упирается в прокачку ловкости. Значит с книгой мы повременим. Пойдемте тогда на рыночную площадь к Ханне заглянем. Посмотрим что она нам может нового сказать. Если вообще может что-то новое сказать. Так и не забываем что нам нужно обучиться добывать когти у снайперов. Так Несколько вопросов о городе. Нам тоже пока ничего не говорит. Ладненько еще подождем. Покажи мне свои товары. Так Бальтрама Ничего хорошего. Что есть у Зуриса? Покажи мне свои товары. Так Узуриса вот смотрите появился эликсир силы. Так который стоит 800 монет. Да будем иметь ввиду. Я надеялся что у него появится рунный камень. Но значит рунный камень может появиться только у Гаракса. Покажи мне свои товары. Так у Джора тоже наверное ничего нового. Это все то что мы ему продавали. да да мне нужно идти то у него раболед был экипирован сейчас лук экипировал. Покажи мне свои товары. Для меня большая честь что представитель святой церкви проявил интерес к моим товарам. так что у него есть по-моему тоже кроме двойного топора и булавы ничего нового не появилось. Хотя я могу ошибаться потому как я не очень запоминал что у него вообще имеется имелось в продаже до этого. Ну что возвращаемся в монастырь. Я надеюсь что нам хватит очков обучения для продвижения на второе для изучения второго круга магии. вот видите уже некоторые монстры возродились. Здесь волк сколько мы его вырубим раз два три за три огненные стрелы мы его вырубаем поджариваем ага вот появились кровавые мухи поднимется не не поднимется а поднялась кровавая муха за два выстрела погибает очень хорошо давайте сразу вторую изничтожим главное чтобы она на месте только застыла ничего с нее нам не взять у нас навыка нет это нам и не нужно нам нужно искать охотника который обучит нас добыванию когтей такой охотник у нас на примете есть это гром помимо грома есть еще но это из тех которые нам пока знакомы так тут еще вроде гоблин должен на дороге появиться нет нет он кровавые мухи только появились но с такими низкоуровневыми монстрами мы сможем справиться и огненной стрелой как видите вот уже более о раз более сложными нам сейчас не помешало бы малая молния не помню просто молния я уже сам забыл огненный шар мы сможем изучить если у нас хватит очков обучения что в чем я сильно сомневаюсь нам еще бегать прокачиваться и прокачиваться так тут есть кто-то новенький так волк есть а он тут кстати не один посохом запрыгаем что делать пока огненная стрела да кстати вот давайте помолимся и посмотрим какие плюшки нам дарует молитва оно молиться нужно максимально щедро пожалуйста вот максимальная манна плюс один и по-моему молиться можно раз десять то есть десять раз нам будет бонус далее никаких бонусов не ждите так манна пятьдесят семь опа засколько мы пылевого хищника ооо это будет долго надо шустрее кидать заклинание полевой хищник это уже более серьезный враг чем волк никого нет мы еще помните там оставляли полевого хищника не трогали его до поры до времени сейчас мы наверное тоже трогать не будем покажи мне свои товары так что у тебя есть новое что это кольцо кольцо просвещения дающего прибавку здоровье мани очень дорого это просвещение нам обойдется да да я слышу падальщиков дайте кому наверное вот это изгород может на него сагриться но беги один один готов второй готов кстати вот тут еще есть большой жук или мы его уже убивали а где ладно ты нам больше не нужен малыш да не очень конечно активная получила серия лазили туда-сюда и нам чуть больше двух тысяч опыта нужно набрать чтобы нормально изучить нормальные заклинания которые мы уже с которыми мы уже сможем нормально зачищать остров уже от более высокоуровневых тварей соответственно мы быстрее будем прокачиваться так что нам скажет парлан научи меня второму кругу магии войди во второй круг и научись использовать более сильную магию но также помни что на тебе лежит большой груз ответственности и передо мной и пирокаром перед и носом он покажет тебе направление но путь формируют твои дела так отошел бы ты видишь послушник пройти не может так второй круг магии для нас открыт посмотрим что нам предлагает гаракс мне нужно кое-что он предлагает так это все уже было вот два рунных камня естественно покупаем куда же без них и и все в принципе да пойду напомню себе и вам тоже что мы можем изучить на втором круге магии а нас всего лишь два очка обучения так это либо вот этот стенд либо справа да второй круг огненный шар ледяная стрела вызов волка кулак ветра и сон вызов волка кулак ветра и сон это вообще бесполезная трата будет очков наук потому что волк он слабее чем скелет гоблина но кулак ветра это вообще бесполезное заклинание ну а сон мы уже не будем никому применять один раз мы его применили и все в принципе за игру а вот ледяная стрела но огненный шар поэффективнее все равно чем ледяная стрела у нас ее и нету огненный шар 75 урона наносит а ледяной стрелы у нас даже нету эй покажи мне свои товары я думал а подождите он нас может обучить вызову волка чисто так ради интереса обучи меня да вызов волка 5 очков обучения хотя волк то как я повторюсь это слабее чем скелет гоблина просвещает тех кто признает его так на будущее надо посмотреть мне нужно кое-что ледяная стрела у него есть наличие да она наносит 50 ведь огненная стрела 35 ледяная стрела 50 ну а огненный шар 75 поэтому огненный шар однозначно он правда будет стоить манны побольше ну это того стоит обучи меня так подожди я так сказал мастер хилос обучает огненной магии точно как-то забыл ну я думаю что 5 очков будет стоить обучение обучи меня 10 ё-моё ты чё издеваешься что ли ничего 7 10 очков обучения огненный шар будет стоить обалдеть ну что ж обучились мы второму кругу магии наверное зря не в смысле зря обучились а наверное можно было потом это сделать когда мы уже бы уровень хотя бы подняли пришли сразу всему обучились и так придется возвращаться немножко нерационально я поступаю иногда но и так давайте-ка наверное на этом завершим встретимся с вами в Хоринисе и пока пока мы вернемся к магам воды к поискам орнамента с Лоресом пойдем сейчас покажу по карте в северный от Хориниса лес они его восточным называют вообще по правильному северо-восточным или даже северный вот так вот там как раз он по пути поубивает монстров и еще немножко походим прокачаемся в общем у нас ждет еще много интересного а с вами был Грифон всем спасибо за просмотр ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии и до скорых встреч